Ой, жалко, конечно, собаку. Жить, да жить этой бы собаке. Пять лет всего собаке было. Беспредел. Вообще ужас. В очередной раз бавлинские волонтёры приезжают на место убийства. Именно здесь, недалеко от остановки, произошла жестокая расправа над бездомным животным. После жестоких издевательств тело собаки выбросили в мусорный контейнер неподалёку. Просто вот взяли вот в этот контейнер, загрузили тело, выкинули. И на следующий день уже подростки, несовершеннолетние дети доставали с этого контейнера уже труп собаки. Вытащили, загрузили в тележку, в тачку. И уже дети сами похоронили эту собаку. Неудивительно, что история получила общественный резонанс, шокировав всех неравнодушных людей. Так обращаться с животными нельзя. Особенно, когда животное было убито таким жестоким способом. Всегда есть более гуманные способы решить такие проблемы с безнадзорными животными. Можно обратиться к волонтёрам, можно обратиться в отлов, написать обращение в администрацию. То же самое. В общем, проблемы можно было решить иными способами, но не так жестоко, как поступили с данной собакой. Предполагаемых исполнителей вычислили сразу. Ведь они не скрывались и снимали всё происходящее на видео. На нём хорошо видно и то, как они расправляются с животным, и их лица. Приехал участковый, был представитель следствия. Они взяли показания у очевидцев происшествия и у предполагаемых исполнителей. А что можете сказать про собаку? Бросалась ли она людей? Кусала ли она детей? Вообще, как она вела себя вообще в селе? Она бродяча, не бродяча была? Что вы по нём знаете вообще? Ну, насколько я знаю, собака была неагрессивной. Ребятишки её подкармливали и играли с ней. Взрослые тоже. Она была щенком, она как бы выросла во дворе. Были, конечно, обращения, то, что она там кошек гоняет. Были обращения, что она кого-то укусила? Насчёт укусов, насчёт укусов обращений не было. По словам главы Поповского сельского поселения Сергея Попова, это дело шокировало не только его, но и большинство жителей деревни. Конечно, этот случай – очень плохой пример для подрастающего поколения. И такое обращение с животным, оно как бы непозволительно. Я думаю, правоохранительные органы свою работу проведут, сделают соответствующие выводы, и всё будет сделано, я думаю, в рамках законодательства Российской Федерации. Волонтёры уверены, что преступники должны быть наказаны. В противном случае такие расправы над животными будут повторяться. Хуже всего – станут нормой. Неравнодушные жители Поповки обратились к волонтёрам Бавлов за помощью о жестоком убийстве. Мы, естественно, отреагировали, обратились в полицию. Получается, тело было изъято, откуда его закопали, и отправлено на экспертизу нашей ветклиникой в город Казань. На преступников заведено уголовное дело. Ведётся следствие. Естественно, мы уже не дадим спуску этому происшествию, просто так не оставим. И надеемся, что они получат наказание по всей строгости закона. Айгулька Драфиков была от Минязов, Бавлинское телевидение.